И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Тогда убитые горем родственники считали такой вердикт издевательством. Спустя год касаться, смягчая срок еще больше, до 6 лет колонии. Барнаульцы удивлены, похоронившие родных в шоке. Евгений Нагорнев в той аварии потерял жену и дочь. У человека понимания нету о содеянном. Для него это, что он совершенно равносил, что он там ворону или курицу сбил. Евгений Нагорнев сначала дал согласие на участие в съемках, но потом отказался, мол, говорить пока не о чем. Документ с уменьшением срока Руденко пока действительно не обнародован, но Евгений уже назвал свое отношение к такому правосудию как негативное. Юрист Максим Печушкин, исходя из своего опыта, говорит, чем выше суд, тем меньше срок. В этом вердикте суд абсолютно субъективен. И нужно учесть, что приговор Руденко по его статье и так был ниже низшего. Понизить его могли такие критерии в зачет виновного, как, например, сотрудничество. Юриспруденция, она очень суха, и вот лицо, конечно, эмоций в процессе никаких не давал, и фактически не было видно, что он в действительности раскаивается. Если он действительно сказал, что я совершил выказанное преступление и подтверждает, и активно сотрудничает, то есть при совершении следственных действий активно объясняет, каким образом произошло ДТП, объясняет, что он сделал. То есть в данном случае судом это может быть расцениваться как активное сотрудничество с предварительным следствием. Вы думаете, что все люди равноправные, что ли? У кого больше денег, у того больше власти. Наверное, пять лет за убийство человека. Одного человека или нет? Троих людей. Наверное, это мало. После трагедии решили заботиться о людях. Ну, какой ценой уже другой вопрос. Но тем не менее, я просто каждое утро езжу сама за рулем, стою на этом светофоре, ни разу не удалось проехать на зеленый. Почти два года, как на Ленина, перенастроили работу светофоров так, чтобы водители не попадали в зеленую волну и не успевали разогнаться. А здесь еще появилась стоп-линия. Это полоска красного света. Ее видно ночью. И это, пожалуй, единственный момент, который пошел во благо. После ДТП с Лихачем Руденко количество аварий на главном проспекте сокращается. В 2018-м их было 57, в 2019-м – 38, за половину 2020-го – 6. После той жуткой аварии у нас на проспекте Ленина подобных случаев не было, смертей также не было. По-прежнему бывают и погони, но реже, конечно, приходится преследовать водителей, которые не подчиняются законным требованиям сотрудников полиции, садясь за руль в нетрезвом состоянии. И провоцируют новый ДТП. Ситуация с Руденко становится особенно актуальна на фоне пьяной аварии с Михаилом Ефремовым. Его прилюдное покаяние родственники погибшего не готовы принять. А родные погибших в Барнауле намерены вновь добиваться пересмотра вердикта погонщику на БМВ. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.